Печальная статистика. Число обитателей домов, инвалидов и престарелых увеличивается с каждым годом. Все больше людей сдают своих отцов и матерей туда, в дом престарелых. Только в прошлом году в дом престарелых поступило 37 стариков, и лишь 13 из них воссоединились со своими семьями. За последние годы все больше и больше пожилых людей, даже имеющих своих собственных детей, переступают порог дома престарелых. 2011 года пришлось поменять название таких учреждений. Теперь они называются Центр предоставления специальных социальных услуг. Теперь здесь не принимают тех, у кого есть дети. Их двери открыты только для тех пожилых людей, которые остались совсем одни. Конечно, находиться здесь не самое радостное дело. Какими бы хорошими ни были здесь условия, ничто не заменит тепло домашнего очага и счастливого смеха внуков. Средний возраст здешних обитателей около 80 лет. Похороны в случае смерти мы устраиваем сами. Если это представители разных наций, мы проводим обряд согласно их религии. Все расходы берем на себя. Это предусмотрено в бюджете. Николай Власов поступил сюда в связи с семейными обстоятельствами. Увы, не сложились отношения с сыном. И коротать свою старость ему придется здесь, в доме престарелых. Надежды, что его заберет сын, уже нет, говорит он. В общем, они, эта новая хозяйка заняла мой дом. Сделала все возможное, как она сама считала, видимо, запланированно. Все считала, чтобы быть хозяйкой этого дома. Вот они все живут в моем доме. А я здесь один. В нашей области действует три таких специальных центра, в которых проживает свыше тысячи стариков. Они уже и не надеются на своих детей. Только со стороны желают им лучшей доли, чем у них.